Николай Лебедев Экипаж Легенда номер 17 Здравствуйте, Николай Игоревич Здравствуйте Давайте начнем с того, над чем работаете сейчас Это мастер и Маргарита Раскройте интригу, кто исполнит главные роли Будет ли это только полный метр И не боитесь ли сравнения с другими экранизациями Ох, я секретов раскрывать не буду Кто читал книжку, тот ряд секретов уже знает Сейчас идет работа над тестами компьютерной графики Идут репетиции, идут разработки Поскольку проект очень сложный Честно говоря, я даже не ожидал, что до такой степени Специфически, при том, что я знаю, что такое сложно-постановочное кино И экипаж, и легенда номер 17 И Волкадав из Росе Рыбцов, и Звезда Они все были по-своему сложные картины Весьма сложные Но этот проект предполагает нечто особенное И в подходе, я имею в виду И, конечно же, конечно же Каждый раз это новые вызовы Самому интересно, что получится По поводу того, сериал это будет или нет Нет, не будет Мне кажется, что это очень странная и, в общем, ошибочная практика Когда одновременно снимается фильм и сериал Дело в том, что у фильма и у сериала абсолютно разный ритм Разная структура, разное наполнение И если фильм хорош То зачем туда лить воду и растягивать какие-то вещи, которые понятны в фильме Если хорош сериал То фильм получается, как правило, таким дайджестом Интересного, телевизионного, длинного рассказа Нельзя роман перевести в размер короткой повести И бессмысленно рассказ превращать в роман Мне кажется, что в данном случае Это будет оптимальная форма для кино Поскольку сериал существует Его снял режиссер Владимир Бортко И он человек, который не первый раз сталкивается с Булгаковым У него была замечательная картина Собачье сердце Которую я очень люблю И в сериале он тоже очень подробно воспроизвел сюжет Мастера и Маргариты У меня другая задача Мне кажется, я сейчас говорю не о том, чтобы вольно обращаться с романом Булгакова А о том, что все-таки здесь будет свой взгляд И своя интерпретация Это все-таки история по мотивам романа Это не пошаговая экранизация Булгаковского шедевра Будем ждать выхода Не буду просить вас оценивать собственное творчество Но в целом Как я могу это сделать? Но в целом российский кинематограф по-вашему в данный момент Находится в какой стадии развития? Куда движется? Мне кажется, что мы оказались в очень непростой ситуации в 90-х годах Которую сегодняшние зрители в общем не учитывают А не учитывать ее неправильно, эта ситуация У нас был очень сильный кинематограф Своеобразный, но сильный С очень сильной мощной традицией И он был разрушен полностью Рухнула экономика, изменилась страна Собственно говоря, мы живем в другой стране И кинематограф в 90-х годах, он не претерпел изменений Он просто остался в прошлом, тот кинематограф К счастью, к сожалению, это судить не мне По мне все-таки к сожалению, потому что это действительно была очень сильная, яркая традиция Но сейчас фактически выстраивается новый кинематограф Новая структура, новый кинопроцесс И когда нас сравнивают, ну, к примеру, с Голливудом Это трогательно и смешно Ибо в Голливуде никогда не бывало ситуации, которые случились у нас Они никогда не прерывали свою традицию Они менялись, они учитывали изменения времени В 50-х годах, когда в жизнь вошло телевидение Они перестраивали подход к кинозрелищу Потом появилось видео, и они опять изменились И они каждый раз шаг за шагом приноравлились к дню сегодняшнему На нас все рухнуло сразу У нас резко изменилось телевидение У нас появилось видео У нас полностью рухнула киносистема И сейчас мы пытаемся В общем, семимильными шагами, как мне кажется, движемся вперед Мы пытаемся выстроить систему вновь Мне кажется, что стоит учитывать прежний опыт У нас действительно грандиозные мастера были в нашем кино Мне очень жаль, что их мало знают сегодняшние зрители Что их мало изучают Опять же, этому надо учиться у Голливуда Потому что, когда приезжаешь, скажем, в Америку То ты можешь войти в видеомагазины Купить диски с фильмами Чаплина, Хичкока, Уэллса, Джона Форда Они ценят и любят свое старое кино И показывают его очень подробно Наши сегодняшние зрители практически не помнят Ни Роу, ни Птушко, ни Эйзенштейна Ни Колотозова, к сожалению Я пересматриваю эти картины Они мне очень дороги Мне кажется, что у нас действительно колоссальная традиция И если новые поколения кинематографистов будут помнить о ней То они только обогатят свой кинословарь, свои возможности Если будут учитывать опыт предшествующих поколений кинематографистов Смотрите ли вы еще что-то из мировой киноиндустрии? Может быть, фильмы Болливуда, китайские блокбастеры, бразильские сериалы, голливудские фильмы? Я чувствую себя страшно неосведомоленным человеком Поскольку я не так уж и много смотрю Я люблю классику Она мне помогает осознавать сегодняшний день, как ни странно Ибо из классики вырастает новая И да, я смотрю, конечно же, картины разных стран Я люблю классический японский кинематограф Я смотрю китайский кинематограф Не могу сказать, что сегодняшний кинопроцесс знаю хорошо Скажем, то, что происходит в Китае Но, к примеру, Джана и Моу Да, я смотрю, и мне это очень интересно Индийский кинематограф Тут я задумался, насколько я хорошо его знаю Когда я был ребенком, у нас много показывали индийских фильмов Зита и Гита, наверняка Это святое, да Король джунглей, я помню, как мы ходили в кинотеатр со школой И весь мой класс плакал, а я смеялся, потому что для меня это уже было довольно наивно Но, как бы то ни было, знаете, что странно Я никогда не бывал в Индии Но, в общем, довольно хорошо знаю И представляю, во всяком случае, жизнь индийского народа И в глубинке, и в центре Благодаря фильмам Кино, на самом деле, невероятное средство общения между народами Мы об этом не задумываемся, но это так Я бывал в тех местах, в которых лично не оказывался Но благодаря фильмам Индийским, или китайским, или бразильским, или африканским Я вижу и узнаю то, что практически невозможно узнать по книгам К примеру Потому что в книгах ты все равно, читая даже мощные классические произведения Ты пропускаешь через себя этот опыт И в твоем воображении возникают картины Взращенные твоим собственным я Твоим собственным личным человеческим опытом А вот, когда ты смотришь Тут уже, в общем, при том, что это все равно очень индивидуально Очень субъективно Понятно, что режиссеры по-своему рассказывают истории Это могут быть сказки Это могут быть фантастические истории Приключенческие, очень условные Но все равно ты видишь нечто очень конкретное Из жизни этих людей Ты их понимаешь, ты им сочувствуешь Ты ощущаешь некое единство между собой и ими И в этом смысле, конечно, кино абсолютно уникальный инструмент Который позволяет сближать Ой, я не очень люблю это красивое слово Сближать народы Но действительно культура позволяет людям становиться ближе друг к другу Это правда Я не припомню ситуацию, когда культура бы разделяла Она всегда дает ощущение человечества как единого организма И когда мы смотрим, не знаю, полотна Микеланджело Я имею в виду фрески его или, скажем, скульптуры Или когда мы слушаем песни Эдит Пиаф Даже те, кто никогда не бывал во Франции Чувствуют ритм, пульсацию Дыхание французской жизни И, в общем, чувствуют очень правильно Какой вам видится киноиндустрия международная Ближайших, ну, скажем, 20 лет Только ли дело техники это Или важно что-то еще Кино, искусство техническое, это правда И не учитывать это невозможно Сбрасывать со счетов это нелепо Но, если мы обернемся назад То мы поймем, что, ну, скажем, картины Чаплина Да, они черно-белые И да, они немые И сегодняшнему обычному зрителю Может быть, сложновато их смотреть Но если он преодолеет вот эту вот На самом деле очень искусственную границу Между собой сегодняшним и тем киноязыком Который существовал Вдруг окажется, что мы точно так же Способны сопереживать этим историям Любить этих персонажей И в этом смысле мне кажется, что мало что Изменится, а в подходе Будут рассказываться истории Человеческие истории Самые разные И технические возможности, конечно, дают Право, дают новые краски Для режиссеров, для операторов, для кинематографистов Но основа кино будет оставаться прежней Хорошо рассказанная история Человеческая история А вот если говорить о кинопроцессе Мне кажется, что возвращение К тому, что существовало ранее На новом этапе На новом витке Было бы очень правильным Я говорю о системе Взаимодействия кинематографии Мы сейчас вспомнили Историю с Зитой и Гитой, к примеру Вы понимаете, какая штука Происходил обмен Фильмами Наши картины показывались в Индии Индийские картины Пусть условные, пусть наивные Показывались у нас И мы узнавали эту жизнь Мы становились ближе друг к другу Эта система, опять же, в 90-е По объективным причинам Была разрушена Мне кажется, восстановление ее необходимо Потому что вот такой обмен Кинематографическими произведениями На уровне стран Дает возможность обычным людям Нормальным людям Лучше узнавать друг друга Я сейчас не говорю даже о шедеврах Это замечательно, когда мы видим шедевры Других стран Шведские картины Или итальянские картины Или французские Или американские Бразильские Какие угодно Я говорю даже о тех фильмах Которые, может быть, не представляют из себя Чего-то выдающегося Но которые дают нам возможность Шире узнать мир И себя в том числе Потому что Чем интересны В том числе фильмы Мы видим других людей Из других континентов Но при этом понимаем Что все мы дышим И живем Одним и тем же Все наши проблемы И радости Основываются на одном и том же И вот это понимание Того, что При всем том Что мы очень разные Это здорово Мы все-таки Очень похожи Друг на друга И это тоже очень здорово Мне кажется Это важное Важное понимание Важное знание И я сейчас это формулирую Таким шершавым языком плаката А на самом деле Когда это проникает Просто с экрана На уровне энергетики В сердце зрителя Это важнее всего Ингбор Бергман Замечательный шведский режиссер Один из лидеров Такого арт-хаусного кино Он произнес удивительную вещь Он сказал, что кинематограф В отличие от многих Других видов искусства Он проникает В подсознание зрителя Минуя сознание И, наверное, в этом Самая удивительная Самая редкая особенность Кинематографа в целом Проникать в подсознание Минуя рациональные построения И рождая внутри Человеческую эмоцию Почему вы решили Стать преподавателем? Воспитать себе Достойную смену? Нет, я не решил Стать преподавателем На эту тему Сергей Михайлович Изенштейн Наш замечательный Режиссер Выдающийся Мастер мирового кино Очень правильно говорил Если ты чего-то не знаешь Начинай это преподавать Сразу узнаешь Я не собирался Никого, ничему учить Поскольку сам все время учусь Но так получилось Что меня позвали Настойчиво Сначала в одну киношколу В киношколу Александра Миты Которого я очень люблю И у которого постоянно учусь Потом в высшую школу кино Арка Потом в Афгик И я не чувствую себя преподавателем Я просто делюсь тем опытом Который у меня есть Он очень индивидуальный И понятно, что у каждого человека Он собственный Но если он хоть чем-то может Помочь Растущим кинематографистам И от чего-то может уберечь Хотя все равно мы сами Совершаем свои ошибки В этом и есть наш рост Но, знаете, хотя бы осознание ошибок Если происходит Благодаря той информации Которой я пытаюсь делиться То это уже хорошо И потом, действительно, Эйзенштейн был прав Когда ты начинаешь Общаться с Молодыми кинематографистами Рассказывать про свои собственные ошибки Или Какие-никакие Но Собственные достижения Как ты их видишь Я говорю не про Газетные достижения А про шаги в профессии То Осмысляя Собственный опыт Ты Лучше движешься вперед Сам Это важно Спасибо вам большое За интересную беседу Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!